Всем привет, с вами Нильф Горн, это Stoneheart и Девелоп 2391 И здесь у нас исправлено довольно-таки много ошибок И при строительстве, и постройке лесов, и постройке второго этажа домов И еще куча всяческих моментов То есть, как и гоблины, которые бежали и не дрались Так же, как и зомби, которые приходили и не дрались То есть, множество таких мелких моментов Которые, ну, в принципе, теперь исправлены Кстати, мне тут пришел костер И вот Это у нас зомби нападают Теперь и зомби, собственно говоря Смотрите, у него что, мозги видны? А, нет, просто прическа такая То есть Воину поможем, у меня всего лишь один воин, к сожалению Хотя уже один человечек пришел То есть, пока что все нормально Фу-фу-фу-фу, как говорится Пока все нормально Пока не сильно глючит Ну, точнее Ну, по крайней мере, я не замечал пока никаких ошибок То есть, я даже построил, как видите Одно здание То есть, уже как-то есть процесс Все, потихоньку Один воин есть То есть, все нормально Одежку я им купил То есть, они выстроили здание Так, господи Все, с кроватями Все по полной программе, как положено Вот второй костер уже приобрел Точнее, не приобрел А мне его дали по заданию Фермеры работают Еду таскают Все, как бы, в порядке Ну и сейчас, в принципе, остается развивать уже свое поселение В экономическом плане Потому что Нужно побольше еды И побольше удобств Чтобы люди приходили Люди, чтобы не убегали, так сказать Чтобы им все нравилось Поэтому давайте будем вот здесь освобождать место Построим здесь столовые Чтобы они начали быстрее кушать И побольше кроватей, наверное, нужно все-таки построить Потому что вот это количество кроватей Оно совершенно неприемлемо Ну, очень уж мало, конечно Так, давайте вот здесь тоже уберем Ну, вот так вот давайте Уберем вот здесь вот И, хотя, и вот здесь вот эти два дерева тоже берем А вот это дерево посередине здесь оставим Будем декор делать искусственно, так скажем Потому что между вот этими деревьями Я сейчас построю два домика Спальные Но есть тут Есть один недостаток Который лично для меня Ну, недостаток, так скажем Так, вот это именно спальня вроде бы Ой, не спальня, а столовая Как раз-таки я ее здесь и хотел построить Так, столы и стулья Я честно не знаю, как это переводится Ребята, еще раз на всякий случай Потому что недавно увидел комментарии Мне начали советовать, как читается Stonehead Я не знаю английского языка И говорю половину неправильно И если вам это не нравится Ну, простите, пожалуйста Но я с этим ничего пока не буду делать Как бы Смысл понятен И это, думаю, самое главное Потому что вы же не Не смотрите это видео ради того, чтобы услышать Правильное название английского языка Или что-то в этом роде Ну, мне так кажется Лично я бы этого Ради этого точно не смотрел Так что уж извините Так, ладно Столовую они выстроят Но Но Вот здесь же я хотел еще парочку домов построить И здесь будет еще небольшие Две спальни То есть я построю здесь Вот такой вот небольшой домик Прямо вот здесь Закажем Прямо сразу Посмотрим Я просто помню Бак Я сейчас искусственно его Как сказать Заставлю сделать Ну, не бак, а ошибку Которую При которой Строители начинали строить Следующие здания Бросали Вот, допустим Они Должны бы бросить Вот это здание И начать вот здесь Вот здание строить И То есть все Вот это здание Они потом никогда не достроят Ну, вроде бы Вот я смотрю сейчас Просто все правильно То есть эти продолжают строить Эти поменяли позиции То есть Ну, кто свободный То есть Рабочие Они продолжили Строить новое Надеюсь Все будет в порядке Также я закупил костюмчики Как видите То есть вот Вот Ой Не туда Вот костюмчики Уже торговец пришел Потому что в самом начале И это мой совет Уже в самом начале Нужно Плотникам сделать 30 щитов Чтобы быстренько их продать То есть В самом начале Плотник, конечно Не может сделать их Но можно сделать Допустим Два меча И Одну тяпку Для фермера И он уже прокачает Получит уровень Чтобы делать щиты И когда он уже Будет делать щиты Это довольно-таки Эффективная При торговле Сумма Ну, вот видите Вот 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 сейчас Может быть Ошибка и есть То есть То, что вот Они, видите Бросили И начали Зачем-то Раскапывать там Хотя, может быть У них сейчас тоже Задача прыгать Туда-сюда Хотя, видите Вот Столб Притащили То есть Вон побежали Вроде бы строить Ладно Надеюсь Все будет в порядке Столовая Нужна в любом случае Потому что Еду Мне Еду Значит Опять Принесли У меня 1500 денег Можно Давайте Купим Еще 10 еды На всякий случай Кстати Есть такое Небольшое Обновление Это То, что Теперь Поля На полях Можно сажать Морковку Вот здесь У меня Растет Морковка Не знаю Зачем Это они Сделали Вроде бы И так Хватало Вполне Еды То есть Ну Видов Еды Но вот Они решили Еще Морковку Тогда Знаете Хотелось бы Новую профессию Повар Может быть К этому Они и готовятся То есть Классно Было бы То есть Повар Который бы Делал какую-то Еду С бонусами К примеру Ну Или Хотя Просто Которая Быстрее Елась Там Или Ну Занимала Места Мало Но Много раз Ее можно Использовать Было бы Ну Как-нибудь Так Потому что Иначе Получается Бессмысленно Вот это Разнообразие Еды То есть И тогда И кстати И при поваре Был бы Актуален Рыбак При котором Я говорил Что Вроде бы Говорил Что Либо я Просто об этом Подумал Что Когда Есть Жидкость Уже Вроде бы Рыбака Нужно Ловить рыбку Ну То есть Повар Был бы Тогда Актуален При этом Всем Также Я сделал Как и В предыдущих Сериях В предыдущем Мире То есть Такую же Мой большую Пещерку С камнем С рудами Здесь Точно Точно Так же Будет Находиться И кузнец И Каменщик То есть Систему Я такую же Сделаю Сейчас Я хочу Немножечко Развиться Ну Вот Буквально Вот Чтоб Всем Хватало Кроватей Всем Хватало Стульев И уже Начинать Развивать Профессии Строить Двухэтажные Дома Потому Что Как вы Знаете Надеюсь Вы знаете В этом Вообще Вот Альфе Десятый Появилась Возможность Строить Двухэтажные Дома Законно То есть Они Примежуточный Пол Грубо говоря Вели На самом деле Я еще Даже Не смотрел Где он А ну Вот Видите Вот здесь Вот Вот он То есть Вот здесь По плану Дома Видите У нас Как бы То есть Вот Примежуточный Пол Можно и Такой Можно и Тропиночки Смотрите Делать Сразу Притом Тропинки Да То есть Тропинки Они вели Вот Сюда Вот И материал Смотрите Можно Ага Вот Отлично Вот Это Черт возьми Офигенско Круто Они вели Уже Текстурный Камушек Это Блин Реально Круто Вот Это Этого Нужно Побольше Ребятки Потому Что Вот Текстурного Камня Не хватает То есть Ну Какие-то Разноцветные Дома То есть С разными Узорами Полы Потому Что В данном Случа На стандартных Видите Тут Стандартные Полы И Как-то Ну Это Печально Честно Говоря Давайте Вот Так Вот Оставим Ну Вот Так Вот В таком Режим Почему-то Кровати Пропадают Это Немножко Печально Раньше Все Было Нормально Кровати Стули Все Все Декорные Вещи Они Были Видны Вот В таком Режиме Это Был Шикарный Режим А Сейчас Остается Ну Блин Вот Такой Вот Но Он Не Очень Нравится Он Какой-то Сбивающий С толку Что-ли Ну Ладно Так Как будто Раз Два Три Ну Одного Стула Не хватило Но Вроде Быть Должно Хватить Все Честно Говоря Давайте Ради Я построю Еще Один Стул Ну Вот Прям Ради Так Раз Ну Да Еще Один Стул Прям Ровно Десять Стуль Здесь Я Десять Стуль Заказывал Хм Ну Ладно Не будем Прикапываться Смотрите Откуда Леса Начинает Строй Ну Жесть Представляете Смотрите Офигеть Ну Это Глупость Конечно Это Глупость То есть Он Леса Вот Так Устроит То есть Здесь Как-то Они Модернизировали Постройку То есть Намного Дольше Стель Строительства Идет И Как Видите Крыша Даже Строится Каким-то Непонятным Вообще Образом Да Ну Раньше Было Круто Честно Вот Честно Я вам Скажу Раньше Было Круче Намного То есть Они Сейчас Получается Крыша Строится От Строительства Лесов Я так Понял Чем выше Они строят Леса Тем Быстрее Заканчивается Крыша Вот Раньше Раньше Не Залезали Именно На Крыш И Строили Там Раньше Было Круче Вот Честно Сейчас Как-то Стремновато То есть Крыша Появляется Сама Собой Но Хотя Это Я знаю Я знаю Почему Это Сделано Они Сделали Так Это Сделано Для Двухэтажных Крыш То есть Где Будет Домик Довольно Таки Высоким И Наверное Там Лестница Может Не Позволяет Допустим Либо Глючит Какие-то Глюки Происходят С лестницей Что Она Ну Не Может Так Высоко Ставится Ну Или Ставится И Куча Ошибок Вылезает Которые Они Не смогли Исправить Скорее Всего Мне кажется Так Вот Ну Ладно В принципе Тоже Это Не Критично О Гоблины Кстати Давайте Мы О Клоп Ну Если Знаете Я думаю Если Получится Я Смогу Защититься Не получится Ой Ну От Откупиться Если получится Я откуплюсь Если нет То И Будем Драться То есть Я Сразу Сейчас Себе Сразу Сходу Сделаю Еще Одного Воина Так Давайте Закажем Несколько Кроватей Потому Что Как Видите Вот Здесь Вот Не хватает У нас Давайте Еще Буквально Четыре Кровати Допустим Закажем Ну Все Вроде 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 Вот Смотрите Отлично Как Все Кушают В столовой Морковку Кушают Кстати А Нет Вот Морковка Это Пупкин Пупкин Тыквы Я купил В магазине Когда Торговец Торговец Приходил А Я понял Почему Стул Одного Не Хотел Смотрите Такой Позолоченный Стул Один Получился То есть Такой Он Видите С золотой Рамкой То есть Не все Так просто Как и Красный Фонарик Один Получился Так Давайте Давайте Я Вот Эти Кровати Куплю Ну Вот Десять Штук Я хочу Чтоб Они Были То есть Когда Я Лично Буду Строить Дом Двухэтажный Это Обязательно Будет Я Буду Там Уже Устанавливать Более Блатные Кровати Так что Нужно И Здесь Давайте Тридцать Щитов Еще Закажем Чтобы У меня Был Капитал Собственно Говоря Ну Все Одно Здание Уже Достроили И В принципе Следующий Остается Только Крыш Возвести То есть Основное Основное Есть Это Кровати Собственно Говоря Ради Которых И Строились Эти Домики А кстати Где у меня Гоблины Появились Они Прямо Около Водоемчиков Появились Круто Круто Здесь Такая Банда Как раз Таки Смотрю Я Банда Стоит Если Я Скорее Всего Не Выплачу Ну Вот Их Ни Требования То Они На Меня Нападут Скорее Всего Интересно Изменился Дроп Сундучка Ну Когда Нибудь Мы Посмотрим Обязательно Не Сейчас Как Говорится Я Не Хочу Их Убивать Честно Я Хочу Воинов Прокачать Я Ни Разу Не Прокачивал Воина На Максимальный Уровень То Если Допустим Посмотреть Вот Блин Не То Где У нас Воин Опять Вот Смотрите На Четвертом Уровне У него Damage Up То Есть Уровень Урона На 40% Увеличивается То Есть Я Хотел Б Я Даже Power Strike По Моему Ни Разу Не Видел А Нет Power Strike Я Видел Power Strike Я Видел Да Что Тут Какая То Какой Шабаш У Плотника То Есть Он Так Видите Но Это Потому Что Рабочих Не Хватает И Сейчас Рабочие Заняты Именно Постройкой Когда Они Построят Только Потом Они Займутся Переносом То Есть В таком Порядке Исключительно Ну Либо Вот Охотник Переносом Будет Заниматься Потому Что Охотник Занимается Переносом Тасканием Предметов Тогда Когда Ну Нет У него Дел Так же И Фермер Кстати Но Фермер У Не Один Только Снимает Господи Вот Вылетел Из головы Ну Снимает Готовую Продукцию Вот Так Вот И Уже Пока Сажает То Снял Пока Засадил То Ну Вот Так У него Процесс Идет Пока Он Все Засадит Тут Уже Они Выросли Он Заново Опять Начинает То И Все Это По Кругу Постоянно У него Теперь У него Вечная Вечная Так Сказать В этом Будет Заключаться Работа Так Ну Пускай Я вообще Делаю Домик Я хотел Сейчас Вот Здесь Делать Выемку И Наверное Давайте Вот Здесь Вот Уже Сразу Закажем Ему То Есть Молоток Каменщика И Портного Но Вот По поводу Портного Вот В данный Момент Вот В данный Момент Вообще Игры Портной Как Профессия Здесь Она Исчерпала Себя Знаете Почему Потому что Есть Торговица И он Продает Все Что Делает Портной Это Как раз Таки Одежду Которую Он Шьет Коврики Занавески Флаги Которые Он Шьет Все Все Это Как Раз Теряет Смысл Портного Потому что Портному Вообще Тогда Ну Он Не Нужен Получается Потому что Все Это Можно Купить И Намного Проще Это Купить Потому что У Портного Это Еще Делается Очень Сложно И То есть Они Профессия Получается Она Не Нужна Либо Они Продавали Какой-то Всего Лишь Один Костюмчик К примеру Я Не знаю Как-то Могли Сделать Это Что В общем Странный Вот Этот Момент Я Даже Я Возможно Кстати Портного Даже И не Буду Делать Не Буду Занимать Человека Ненужной Профессией Потому что Он Будет 90% Своего Времени Бездельничать Плюс Портной Он Не Делает Такие Важные Вещи Которые Нужны Всегда К примеру Как Плотник То есть Он Делает Постоянно Окна Да То есть Нужны Окна Двери То есть Это Все Нужно Постоянно У Портного Нет Такого И Это Конечно Огромнейший Минус Этой Профессии Просто Я бы На самом Деле Я бы На самом Деле Вводил Бо Им Тогда Какие Нибудь Там Перчатки Шапки Ну Все Похоже Я Вышел В плюс То есть Денежный Денежный Прирост у меня Тоже Идет Два Война У меня Есть Это Вполне Мне кажется На этом уровне Хватит То есть Шапки Каким Ботиночки И Не обязательно Они бы Выглядели Визуально Ладно Хорошо Шапку Может быть Но Ботинки И перчатки К примеру Я бы Не делал Визуально А Они бы Добавляли К примеру К бегу Один Перчатки К примеру К Быстрей Работе К примеру Вот так Вот То есть Они быстрей бы Там Работали То есть Это же Спокойно Можно сделать И вот Их как раз Таки Было бы Уже Интересно Шить Там Перчатки Кожаные Варежки Меховые К примеру Что-нибудь Такое Я понимаю Что Даже По поводу Варежек Меховых Понимаю Что В любом Случа Конечно На данный Момент Не нужно Смотреть На это Потому Что Это всего Альфа Идет И в будущем Я уверен Я уверен Они это Планируют Что Будет Смена Лето Зимы Потому Что Это Как-то Ну Ладно Да Ладно Окей По-моему Я им Не отдал Ничего Я так понял Ну Не знаю В общем Так вот Лето И зимы Потому Что Знаете Почему Потому Что Портной Собственно Говоря Может Делать Меховую Такую Меховую Шубку Как бы Для Рабочих Поэтому Ой Прошу Прочения Да Торговец С едой Пришел Ну Вот Можно Давайте Ему Продадим Щиты Один По крайней Все Все Побежали Кушать Сразу С морковкой Отлично Кровати Валяется На Везде Так Все Так Серьезно Ням 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 Вот Это Конечно Жалко Вот Этот режим Самый Классный Был Надеюсь Они Его Исправят Потому Что Мне Он Очень Режим Нравился Ну В принципе В принципе Они Уже Все Достраивают И Как бы Можно Тоже Закончить Потому Что Время Серии Подходит К концу В следующей серии Я попытаюсь Сделать Двухэтажный Домик То есть Как раз Таки Я Прям Могу Вам Сказать Точно Я Вот Здесь Планировал Этот Двухэтажный Домик Сделать То есть Либо По центру Либо Два Два Домика Небольших Таких А Здесь Проход Будет С мостиком На эту Сторну Ну Просто Как-то Напрашивается Прям Здесь Мостик Какой Ни Такой Красивый Резной Потому Что Плюс Почему Это Потому Что Сами Разработчики Писали Что В Десятой Альфе Они Вот Постройку По Одному Блоку То есть Они Сделали Более Такой Правильный Что Более Менее Глючный И Более Удобный Поэтому Попробовать Потестить Вот Слово Правильное Так что Подписывайтесь На канал Ставьте лайки Потому Что Игрушка Хоть и Много Конечно У нее Багов Глюков Не спорю Но Но Я Вот При всем При всех Этих Глюков Багов Я всегда К ней Возвращаюсь То есть Какой-то Приходит А Черт возьми Надоело Что она Вечно Глючит Там Все И бросаешь Ну Как бы Думаешь Все До следующей Версии Как только Выходит новая версия Включаешь И Блин И думаешь Насколько же Крутая игра Ребят Всем советую Ее попробовать Тем более Есть Ну Халявный Способ В нее Поиграть И Лично Я бы С удовольствием Купил Лицензию Но Блин Дороговато Честно говоря Пока что Для меня Так скажем Так что Ставьте Побольше Лайка Чтобы Выходило Побольше Серий С вами Был Нильфгорн Всем Всего Хорошего Пока